Летом на фоне повышения температурных показателей резко возрастает заболеваемость с кишечными инфекциями. Влажность, нарушение условий хранения продуктов создают наиболее благоприятную среду для патогенов. Плюс нередко приемы пищи случаются на улице, а то и вовсе на ходу. Не мытые руки, овощи, фрукты купленные только что, фастфуд. Насколько нарушение режима питания отражается на нашем самочувствии и как правильно организовать ребенку питание летом. Узнаем у нашей гости. Сегодня с нами Марина Ершова, заведующая консультативным отделением, врач-педиатр детской городской поликлиники номер 17, Министерства здравоохранения Хабаровского края. Доброе утро. Марина Игоревна, доброе утро. Ну, давайте поговорим на эту тему, как быть в жару. Аппетит вроде как снижен, не знаю, у всех, не у всех, но у большинства. Но все же более организованным считается пятиразовое питание. Вот как его соблюдать? Для детей действительно пятиразовое питание предпочтительно. И несмотря на летние жаркие месяцы, его рекомендуется придерживаться, поскольку это и привычный режим, и более физиологично. Единственный момент, когда аппетит снижен и более жаркие часы, можно поменять местами полдник и обед. И, допустим, в наиболее жаркие дневные часы дается легкий перекус, кисломолочный продукт, фрукт какой-то. А уже когда жара начинает спадать, в вечерние часы малыш охотнее съест более полноценный обед, который более плотный. Чем завтраки, обеды, ужины полдники наполнять? Может быть, в жаркую погоду предпочтение каким-то продуктам сделать, а какие-то, наоборот, исключить? Ну, меню летнее, оно, конечно же, меняется, поскольку у нас очень много сезонных овощей и фруктов. Летний месяц мы стараемся наполнить именно ими. Поэтому овощные салаты, окружки, овощные супы – все это приветствуется. Но забывать о необходимых для роста белках тоже не стоит. И белки, ну, в том числе белки животного происхождения, должны присутствовать. Единственное, что летом это может быть не мясо или жирная рыба, а более легкий белок молочный, кисломолочные продукты, йогурты, те же варенцы. Это все должно быть. И также для растущего организма, да, в принципе, и для наших организмов важны жиры. Ну, летом мы больше отдаем предпочтение как раз растительным жирам, где содержатся полинонасыщенные жирные кислоты. Это и всевозможные масла, растительное масло, кукурузное тоже самое, оливковое масло. Но в том числе растительные жиры содержатся в орехах, что тоже достаточно полноценный энергетически сбалансированный продукт. Поэтому, используя эти вещи, мы и облегчаем рационы, в том числе, ну, даем все необходимые компоненты для растущего организма. Так, а если мы поговорим о питьевом режиме, сколько воды нужно употреблять летом, больше ли зимой? И входит ли в этот питьевой режим там соки какие-то, нектары, газировка та же самая? Или все, кроме воды, это не вода? Это не считается? Или это все-таки только вода? Ну, вот расскажите. Питьевой режим, естественно, мы летние месяцы увеличиваем. Но мы и сами его увеличим, поскольку пить захочется. Конкретные цифры вот назвать очень сложно. Очень разные позиции в этом плане. Если брать маленького ребенка, то в среднем это идет 50 мл на килограмм. То есть ребенок, весящий 10 кг, минимум 500 грамм своей воды должен получить. Но опять же здесь должна учитываться и активность ребенка, и насколько сильно этот ребенок будет потеть, и какие будут потери этой жидкости. Питьевой режим, конечно же, это вода. Она хорошо удаляет жажду, но не стоит забывать и о компотах, и о морсах. Единственное условие, они не должны быть сильно сладкими. То есть сахар мы ограничиваем в питании. Газированные напитки, слабогазированная вода, ну, именно минеральная вода, она допустима в рационе детском. Напитки типа колы, спрайта и прочего, конечно же, не являются физиологичными и не утоляют жажду. Но когда приезжают дети к своим бабушкам, дедушкам, к маме, папе на дачу, хочется же урожай сразу с грядки съесть. Кто из нас так не делал? Вот вы как сейчас скажете, это безопасно сегодня в наши дни, или лучше все-таки детей воздержать от того, что вы прям с грядкой не ели? Ну, это никогда не было безопасно ни в наши, ни в предыдущие дни. Поскольку с грядки мы можем получить и пыль, и грязь, и следы удобрений, которые используются на этой грядке. Ну, и в том числе микробы, которые находятся на этих овощах и фруктах. Поэтому тут уж как повезет. Мыть овощи, фрукты рекомендуется всегда. Ну, и также вот овощи, фрукты вроде как полезно, но есть ли возможность их переесть? Ну, если брать в плане состава минеральных веществ, витаминов, то переесть их, конечно, нельзя. То есть переизбытка витаминов, которые в них содержатся, мы не получим. Это практически все водорастворимые витамины, и избыток их выведется из организма. Переесть их в плане расстройства пищеварения можно. То есть если ребенок нахватал слишком много, и организм не справился с перевариванием, то легкое несварение или нелегкое ему обеспечено. Поэтому здесь уже все индивидуально, насколько он способен их переварить. Ну, а вот если какая-то сыпь, возможно, выступает от ягоды какой-то, там, не знаю, от мандаринов, апельсинов часто бывает. Это именно из-за того, что переел, или просто это аллергия? Нет, это аллергическая реакция. Естественно, пищевая аллергия, она дозозависимая, и маленькое количество может не вызвать аллергическую реакцию, большое приведет к высыпаниям. Но здесь уже, как правило, родители должны знать, на какие продукты у ребенка реакция, и не допускать, в принципе, их использования. А мы вот еще коснулись деревенской дачной темы. А вот свежие куриные яйца или молоко из-под коровки, как говорят. Да, вот можно детям? Или лучше все-таки температурные какие-то обработки, чтобы проходили? Ну, естественно, для детей, да и для взрослых более безопасно обработанные продукты. Поскольку, ну, во-первых, животные болеют, и не проявляя признаков заболевания, со своими продуктами они могут передавать ее человеку. То есть те же яйца – это велика опасность сальмонеллеза, и использование их сырых не рекомендуется крайне. Не редкость этим, это заболевание. Парное молоко тоже содержит в себе достаточно микробов. Во-первых, это и состояние здоровья животного, во-вторых, это и частота того же вымени, откуда добываем мы молоко, ну и условия хранения молока. Пока оно стоит при жаркой температуре, конечно же, портится чаще. Все детские сказки сейчас так раз разрушились. Да, 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 тоже все детство перед глазами. Коротко, последний вопрос о том, что дети за это порой очень сильно вырастают, вымахивают на много сантиметров. Что нужно детям давать из витаминов, из минералов, может быть, по вашему совету? Или вообще нужно ли? Если ребенок получает действительно полноценное летнее питание, которое содержит и белки, необходимые для роста, и витамины, и микроэлементы из наших ягод, наших фруктов, овощей, то в целом летом мы можем витаминные добавки не использовать. Вся наша беда в том, что сейчас очень мало детей едят так, как мы хотим. А вот продукты фастфуда, углеводистая пища, конечно, всего этого не содержит. И резко растущий организм теряет очень много. Поэтому если мы не можем обеспечить полноценное питание, лучше добавлять витамины фармацевтической промышленности. Спасибо вам большое за эту беседу. Ну что ж, мы думаем, что немного приоткрыли эту тему. Надо, наверное, внести коррективы в питание вашего ребенка. Но лучше, скорее всего, обратиться к специалистам в частном порядке и точно продумать меню для ваших детей. В гостях у нас была Марина Ершова, заведующая консультативным отделением, врач-педиатр детской городской поликлиники номер 17, Министерство здравоохранения Хабаровского края. Министерство здравоохранения Хабаровского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова